Молоток и кувалда давно уже не в моде. Эти ручные инструменты заменили современные высокие технологии. Но по-прежнему молодые люди не особо спешат освоить рабочие профессии. По данным специалистов, за последние несколько лет авторитет рабочих профессий в стране сильно пошатнулся. Необходимо повышать их престиж. Нехватка рабочих рук обсуждается не только на региональном, но и федеральном уровне. По статистическим данным на 1 июля 2014 года в Центре занятости города Чебоксары работодателями заявлено 7063 свободных вакансий по рабочим профессиям, что составляет 79% от общего объема заявленных вакансий. На ту же дату на учете в Центре занятости города Чебоксары состоял на учете 865 граждан, имеющих рабочие профессии, или 42% от общего числа безработных граждан, состоящих на учете. Таким образом, на одного безработного гражданина, имеющего рабочую профессию, приходилось 8 свободных рабочих мест. Многим безработным гражданам отказывают прием на работу по различным причинам. Первая причина – это несоответствие к квалификации безработных граждан. Другая причина – многие вакансии менее привлекательные. То есть низкая оплата труда, хуже условия труда. То есть спрос не соответствует предложению. Выбор рабочей профессии сегодня почему-то чаще воспринимается как отсутствие выбора. А на самом деле это удачный старт для профессионального и карьерного роста. Национальное телевидение «Чуваши» ломает стереотипы. В передаче «Один день с профессионалом» мы рассказываем о сварщиках, строителях, трактористах и поварах. Более того, реальные школьники в нашей программе знакомятся с профессией от А до Я. И сами задают вопросы специалистам, студентам и преподавателям техникумов. Порой их стереотипы разрушаются на местах. Ребята на собственном опыте убеждаются, что автомеханики – это незапачканные в мазуте и бензине молодые люди. И место работы может быть комфортным и чистым. И повар – вовсе не женская профессия. Все больше молодых людей учатся искусству приготовления блюд. Профессия становится опорой в жизни. Зная свое дело, выпускник может работать на себя. Организовать собственное дело или заняться выполнением частных заказов. Например, штукатур-маляр также, помимо трудоустройства по договору, может учредить собственную строительную фирму или работать индивидуально. Подобные варианты существуют практически для всех рабочих профессий. Сейчас национальное телевидение «Чуваши» готовит к эфиру программу «Круглый стол», в которой будет обсуждаться вопрос, насколько востребованы у выпускников учебных заведений полученные ими специальности. Принять участие в дискуссии можете и вы, прислав вопросы на наш электронный адрес или оставив их в группе «Национальная телерадиокомпания» ВКонтакте. Можно и продиктовать по телефону 64 10 55 до 4 августа.